Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов призвал принять участие по отбору общественных территорий в 2023 году в республике. Четыре населенных пункта уже определены для участия во всероссийском голосовании. Это Черкесск, Карачаевск, Куджигута и поселок Медногорский в Урубском районе. Меньше двух недель остается до конца онлайн-голосование за объекты благоустройства. Любой житель Карачао-Черкесии имеет возможность до конца мая выбрать понравившийся объект преображения общедоступной территории в одном из четырех населенных пунктов республики. Какие способы для этого имеются, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. Это дизайн проекта общественных территорий, отобранных в прошлом году для того, чтобы благоустраивать в текущем году. На столе в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства проекты парков Старой Джигуте, преградной Терезе Зиюка, которые были утверждены для реализации на ближайшую перспективу. Где-то работы уже начались, да другие подрядные организации возьмутся в ближайшее время. Преображение узнаваемых многими территорий стало возможным благодаря тому, что сами жители активно поддерживали каждый из проектов. Оно важно, когда мы видим, что людей голосует больше, мы понимаем, что люди активно принимают участие в жизни города, в жизни нашей республики. Конечно, когда мы видим много голосов, мы сами тоже относимся более серьезно. Проектировщики тоже также относятся серьезно к таким объектам. Конечно, хотелось бы, чтобы наши жители были активные. Каждый человек имеет свое представление о благоустройстве той или иной территории общего пользования. Собственно, для определения кандидатов на создание комфортных условий для населения, пять лет назад в Черкесске и провели первое рейтинговое голосование. Горожане предлагали объекты, вносили предложения по их обустройству. В нынешнем голосовании участвуют продолжение сквера по улице Даватора и небольшая территория в парке «Зеленый остров». Теперь оставилась неблагоустроенная территория от пограничного отделения ФСБ и до железной дороги по улице Даватора. Мы ее так утрированно назвали «Аллея Даватора». И еще представлен проект на голосование, который будет запланирован в благоустройстве на 2023 год. Это лестница, каскадная лестница на спуске на «Зеленом острове». В течение нескольких предыдущих лет власти Черкеска преобразили большую часть сквера под Даватора. Так были установлены детские игровые комплексы, скамейки, осветительные приборы, малые архитектурные формы. Необустроенным оставался разве что этот участок. Теперь в случае его поддержки большинством горожан территорию вдоль дороги можно будет считать полностью благоустроенной. Но надо понимать, что при подведении итогов учитывается и сама активность населения. Кому будет интересен проект, за который из более чем 120 тысяч проголосует сотая часть. Стоит добавить, что у населения есть несколько способов для того, чтобы выразить свою позицию. Помимо ранее успешно опробированного участия волонтеров, можно воспользоваться порталом госуслуги. Проголосовать за понравившую территорию можно на сайте 09городсреда.ру, авторизовавшись через госуслуги. Вводите пароль-логин от своего кабинета и вас непосредственно переносят на ту страницу, где нужно проголосовать. До завершения онлайн-голосования осталось всего ничего. Конец мая совсем близко. Поддержка того или иного проекта важна в первую очередь для самих людей, которым должно быть небезразлично, в каких условиях они будут дальше жить и отдыхать. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.